И только самый быстрый подписчик успеет поставить лайк за 3 секунды. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами как всегда, Алплей, и добро пожаловать на мой канал! Начнем мы с вами сегодня играть игрушки Merch Fails. Давайте, ребят, мы с вами выберем собачек. Здесь я, по-моему, собачек еще ни разу не выбирал. Ну и погнали! Нам нужно соединять одинаковые скины собачек, для того, чтобы появлялись новые прикольные скинчики. Это, кстати, собачка уже 5-го уровня. Давайте, ребят, мы с вами попробуем создать несколько собачек новых. Это собачка 4-го уровня, а это собачка у нас 2-го левла. Ну и сейчас у нас появится кто-то новенький, и глядите, какой прикольный скинчик. Отлично, мы с вами имеем новую собачку. Давайте попробуем еще побольше набрать более таких старших собачек, и попробуем потом их соединить. Итак, вот эту давайте мы сюда сбросим, в угол. Эту мы с вами, в принципе, сбросим, наверное, вот сюда. Вот и вуаля, у нас опять новый скинчик. Маленькую собачку, шластика, давайте бросим в левую сторону, пускай он себя там тусит и нам не мешает. А здесь давайте будем соединять. И вуаля, глядите, у нас тут появилось 2 лайки. Кстати, давайте вот это мы с вами сейчас соединим, и у нас появляется опять же новая собачка с какой-то бабочкой на носе. Еще сейчас попробуем соединить, и вот, глядите, 3 прикольных, довольно симпотных собаки у нас уже есть. Это у нас что-то наподобие, ребятки, мерджа. Только здесь мы с вами будем соединять собак. Ну, мы с вами выбрали скин собачек, мод собачек, поэтому будем играть именно с ними. Так, еще сейчас попробуем что-то объединить. Давайте попробуем еще сейчас кого-нибудь новенького создать. Попробуем вот таких вот 2 собаки замутить. Попробуем их соединить, и у нас будет какая-то новая собака. Окей, это мы с вами вот сюда вот вниз бросаем. Так, тебя давай, наверное, по центру бросим. Маленькую опять слева, чтобы она нам не мешала. Давайте всех мелких будем туда вот в левую сторону бросать. А более старших будем бросать сюда вот по центру. Ну, и нужно сейчас ее потолкнуть. И глядите, какое это яйцо. Это у нас пушистик, собака пушистик нарисовался. Прикольная игруха, ребятки. Я думаю, что мы еще в нее поиграем. Давайте сейчас играем в игрима Monster Survival. Итак, ребят, где мы там с вами остановились. Загружаем наше сохранение. И погнали. Что нам нужно сделать? Найдите шприцы. Мне нужно найти, по-моему, 4 шприца, если я правильно помню. Ага. Ну, давайте заберем еще... Сейчас мы с вами этот джойстик. Для того, чтобы можно было потом управлять, по-моему, дроном. И нам нужно к этому доктор Флаппи, или как-то так он называется. Вау, что тут такое происходит? О, там страхолюдина какая-то живет. Так вот, нам нужно к этому доктору вроде подойти. Найди 4 шприца. И положить вот сюда вот в руку, да? О, вот один. Кстати, давайте, наверное, мы с вами все 4 соберем. Тогда положим в руку, чтобы по одному не носить. Я, кстати, могу несколько подбирать шприцов. Один есть, еще осталось 4. По-моему, ребят, у нас в какой-то комнате они еще есть. Вроде как здесь еще есть шприц один точно. Давайте сейчас откроем с помощью этого джойстика. Заходим сюда. Да, вот еще один шприц. А-а-а, тут кто-то кричит. Походу, там за стеной кого-то мучат. Ладно, 2 шприца я нашел. Сейчас еще попробую 2 найти. О, вот. И вот они, глядите, прям здесь разбросаны. Особо никуда далеко этим мне не нужно. Это 3-й шприц. И вот 4-й. Собрали шприцы, отнесите их к доктору Флаппи Панс. Ой, там реально кого-то мучат. Вот там вот за той дверкой. Да. Надо отсюда побыстрее улепетывать. Так, 4 шприца мы с вами собрали. Давайте их положим, наверное, в ручку. Раз, два, три, четыре. У, колите Джоэла, измените цвет. Так, у них у всех горит красный цвет. Нам, по-моему, нужно сейчас тут немножечко что-то замутить. Влады, давайте начнем мы с вами с зеленого цвета. Для того, чтобы получить зеленый цвет, мне нужно желтый и синий смешать. Значит, берем мы с вами желтый и синий. Ребят, точно желтый и синий? Да, желтый и синий. У нас получился он зеленый. Берем тогда зеленый. И мне нужно, по-моему, вот этого чувака уколоть. Колим. И тут вот нужно поменять цвет на зеленый. Что, ты выздоровел, нет? Ну, походу, да. Походу, он выздоровел, но мне нужно Джоэла уколоть. А кто из них Джоэл? Может, это вот этот вот чувак? У него фиолетовый цвет. Давайте попробуем создать фиолетовый. Это красный и синий. Значит, здесь мы с вами осторожно выбираем, в общем, красный. И синий, точно, да? Да, красный и синий. У нас получается фиолетовый. Берем фиолетовый. И колем вот этого чувака. Попробуем его тоже кольнуть. А здесь нам нужно фиолетовый. Фиолетовый. Походу, вот он. Или нет, это не он. Ну, ты жив, здоров? Ребят, походу, еще нужно. Походу, нам нужно их всех поколоть. Этого мы с вами кольнули, этого кольнули. Значит, теперь нам нужно крайних. Нужен оранжевый цвет. Оранжевый, это красный и желтый. Давайте сейчас здесь выберем красный. И желтый. И желтый. У нас получился оранжевый. Берем оранжевый. И колем. Колем этому чувачку. Давайте как-то так встанем. Ну, и здесь нам нужно выбрать цвет оранжевый. Ну, это ты или не ты? Ребят, наверное, их всех нужно уколоть. Ладно, а у этого какой цвет? А у этого цвет синий нам нужен. А синий... А синий тут просто два синих нужно выбрать. И все. Это вообще наизи. Раз, два. Вот у нас синий цвет. Выбираем его. И колем вот этому еще монстрику. Так, на. А здесь нам нужно выбрать синий цвет. Что, правильно? Нет? Ну? О, дали мне какой-то ключ. И теперь мне нужно найти шута и сбежать из больницы. У нас есть ключ. И это, походу, ребятки, ключ-карта. Окей, друзья, давайте мы с вами приступим к следующей игрушке. Это у нас моб-контрол. Заберем сперва, наверное, все бонусы, которые тут нам подогнала эта игрушка. И давайте здесь мы с вами попробуем выбрать какую-то пушку. Вот у нас тут есть три пушки. Давайте мы с вами возьмем, например... Ну, ладно, пускай будет последняя. Тут мы с вами возьмем Нексуса. А из мобл возьмем, пожалуй, Ниндзю, который сам прокачан. У меня тут, по-моему, все по максимуму выстроено. Давайте мы с вами этот максимум и возьмем. Шестой уровень, шестой уровень и пятый. А против нас будет шестой уровень и седьмой. Ой, походу, это будет у нас сражение с боссом. Сейчас нужно погромче, походу, сделать. Ну же, помогайте. Сейчас пойдет уже Нексус. О, да, он пошел. Будет сейчас кого-то здесь он прессовать. Нам очень важно здесь вытянуть эту каточку, ребят. А, еще Нексуса мы с вами отправили. О, и тут новенькие птички, которых нужно остановить. И, ребят, мы с вами, походу, одну вышку только что разбили. Давайте попробуем еще одну разбить. И да, мы с вами одну вышку разбили, потом разбили вторую. Это у нас будет второй махач. Ладно, погнали. Здесь мы с вами попробуем опять побольше мобов собрать. И махач у нас в самом разгаре. Давайте, наверное, с левой стороны побольше мы с вами призовем этих птичек. О, пошел. О, нет, еще с правой стороны пробираются. Но мы с вами вроде как выстроили, выстояли. Жестяк, просто жестяк. Сколько их? Моего одного Нексуса сейчас завалят и практически завалили второго. Капец, остался только один. Сейчас мы с вами опять этих птичек попробуем немного покоцать. Серьезно, у них армия у этого противника нашего. На, сюда Нексуса мы с вами отправим. Да, и давайте отправим несколько мобов. Но уже, когда мы их выигрываем уже, когда мы их с вами наконец-таки разрушим всех. Еще давайте одного Нексуса выберем. Ого, он пустил. Смотрите, видите, он пустил главного своего босса, который чуть-чуть сильнее, чем наш. Ну, чуть прокачаннее бы так сказал. Но в целом это победа. Отлично. Мы с вами всех, по-моему, завалили и разрушили максимально вышку. Да, у нас закончился батл и мы с вами одержали победу. Круто. 570 чем-то мы с вами еще кристалликов собрали. Частично сейчас восстановим вот эту вот карту и забираем все бонусы. Прикольная игруха. Кому нравится, ставьте, конечно же, лайк. Давайте сыграем в следующую. Здесь нам с вами нужно уже создавать различных героев. Мы с вами можем забрасывать, к примеру, всякие ингредиенты. Они будут смешиваться и у нас будет появляться какой-то монстр. Глядим, кто это такой. Глядите, какая прикольная зебра красная. Ну и нам нужно походу, походу, ребят, сражаться. Ладно, погнали. Там можно было только одного, кстати, монстра взять или двоих. Я что-то не помню. Так, 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 ну и файт. Погнали, вот наших два монстрика против двоих вражеских. Махач начинается. Ого, а когда мы с вами ультануть сможем? А вот у нас ульта пошла, прям реально удар какой-то об землю. Этого чувака завалили. Сейчас ульта у второго моего монстрика и тоже практически добил зебру, вторую вражескую. Ну что же, вот у нас и первая победа. Мы с вами, по-моему, уничтожили двоих пока что мобов. И что-то заработали за этот левел или нет? А, нам дали ножницы? Сейчас, походу, мы с вами сможем... А, ножницы, зебру одну дали. И еще один вот этот вот Брайанз Бойт, или как он правильно называется. Короче, глядите, у нас тут подкинули немного ингредиентов. И мы с вами еще одного монстрика можем создать. Давайте выберем ножницы. Давайте выберем опять этот Брайанз Бойт. И давайте еще выберем зебру. Все это смешаем. И опять у нас кто-то будет, походу, новенький. Что это за монстряка? О, ничего себе, какие прикольные глазастые ножницы. Ну, давайте тогда сразимся. Выбираем наших игроков. Первый, второй и третий. Вот этих всех троих монстриков мы с вами и выбрали. Ну и будем сражаться. Три на три здесь уже, видите? У меня три монстрика, и у противника тоже три. Это, кстати, у нас ударник ножницы. Он пошел туда вперед. Давайте мы с вами ультанем разочек. Может кого-то зацепим. И, о, минус один. Эти ножницы наши только что погибли. Но, в целом, мы с вами выиграли и добили того противника. Ну что же, ребята, у нас с вами уже здесь две победы. Два раза мы выиграли. Давайте просто заценим, что мне дадут. Дали хот-дог. Дали зебру. Еще хот-дог. И опять, наверное, можно создавать монстриков с помощью этого хот-дога. Давайте закинем два хот-дога и еще одну зебру. Посмотрим, кто у нас тут создался. Что за монстрята. И... Вау! Глядите, какой прикольный чувак. Ладно, давайте сразимся еще один раз. Попробуем его взять. Посмотрим, кто это у нас такой вообще. Значит, выбираем этих всех зеленых. Они самые-самые сильные. Тапаем кнопочку файт. Сражение начинается. И... Он ударник, походу, тоже. Здесь у меня только один, походу, лучник уже остался. Сейчас мы с вами как раз-таки мочканем им. О, одна ульта у меня уже ушла. И один, кстати, монстрик погиб. Но, в целом, два у меня остается монстрика. И здесь два-ноль мы выиграли. Круто! Прикольная игруха, ребят. Кому нравится, ставьте ваши лайкусики. Играем следующую. Будем создавать различные пранки. По-моему, с надучительницей. Насколько я помню. Итак, что нам нужно делать? По-моему, нам нужно тапать. Вот мы зарабатываем звездочки. А, глядите, я, получается, бросаю этой училки в спину бумагу. Зарабатываем звездочки. По-моему, за эти звездочки мы с вами можем потом выбирать либо какое-то оружие. Кстати, вот, глядите, можно потом выбрать за 50 этих вот звездочек нам самолетик. Либо пэта нового можем взять, либо можем взять обстановку поменять немного. Давайте, наверное, накопим 50 вот этих вот звездочек. И реально попробуем поменять оружие. У! Бабам! Одна тонна упала на голову этой училки. Все отлично. Теперь давайте выбираем новое оружие и вот эти звездочки. Следующее у нас яблоко 353. Звезды уже стоят. И теперь можно соболеты пускать. Кстати, они, по-моему, чуть-чуть даже быстрее летят. Сейчас еще что-то пойдет на нее. О, она что-то улыбила. О, унесло. Глядите, как ее раздуло. Прям шарик превратилось, как будто это Гарри Поттер. Ладно, давайте еще попробуем эти самолетики пускать. А если мы самолетики будем пускать в кого-то другого? А, мы с вами не только можем в нее пускать самолетики. Мы тут с вами можем по разным углам еще их пускать. И что-то произошло. А, она пошла, покричала и, походу, успокоилась. Давайте сейчас мы с вами попробуем вот этот вот глобус сбить. Пускаем, пускаем, пускаем. И что произошло? О, это какой-то подъемный кран. Сейчас эту училку он, походу, куда-то отнесет. Все, что ли? Да, походу, все. У нас с вами есть 50 звездочек. И давайте мы с вами купим, давайте купим еще одного Пета. Тут их будет уже два. А, нет, он один. Мы с вами просто меняем. Глядите, мы с вами можем взять Пета. Это у нас будет Попугай. Или можем с вами взять Лягушку. И, аааа, зато какой прикол. Смотрите, если я выбираю Попугая. И вот бросаю у него я самолетики. А не, по две звездочки капает. А если я выберу эту Лягушку, тоже по две. Ага, это означает, ребят, что если мы с вами уже будем бросать эти самолетики, то у нас будет по две звездочки капать. Мы с вами немножко прокачались уже. И теперь за каждый вот этот вот самолетик я зарабатываю аж две звезды. Ну, давайте еще разочек пронканем эту училку. Сейчас посмотрим, куда ее унесет. Ба-бам! И... Куда ее уносит? И уносит меня, да? Все, ребят, ее унесло. И мы с вами этот левел тоже прошли. Прикольная игруха. Думаю, тоже будем еще играть. Давайте сыграем следующую. Здесь у нас есть вот такая вот прикольная газонокосилка. Косим мы с вами газон. Траву. И потом эту траву нам нужно продавать. Это у нас первый левел. Он у нас, по-моему, уже пройден. Мы с вами можем дальше двигаться. Но изначально можно что-то прокачать. У нас тут есть возможность прокачивать нашу машину. Не знаю, что это такое. Что-то я вкачал. И можно еще бульдозер прокачать. Ну вот, более-менее мы с вами эту машину вкачали. Давайте посмотрим, как сейчас будем убирать. Ну, по-моему, побольше мы с вами уже начали набирать этой травы. И можно здесь... Нет, я прокачиваться не могу. Мне можно ее продать, эту траву. Сейчас опять немножко денег заработаем. У нас есть 490 долларов. Ладно, ребят, давайте, наверное, попробуем туда дальше пройти. Я вижу, у нас тут открылась уже одна локация. Кстати, можно и погромче сделать. Чуть потише. Вот у нас как раз-таки открылась эта локация новая, вторая. И тут мы можем тоже собирать различные бонусы. И тут мы с вами будем косить траву. Значит, сюда я должен ввести траву для продажи. А сюда, походу, я должен заезжать для того, чтобы это все, ребятки, улучшить. Кстати, по-моему, здесь у меня еще появился какой-то бульдозер. Какая-то фишечка. Что-то такое, что он дает. А, ребятки, это у нас на какое-то определенное время нам дается, походу, скорость улучшается. И здесь мы с вами можем собрать столько, сколько хотим травы. Вау, видите, у нас тут безграничное количество травы можно собирать. Ну, давайте побыреку это все соберем. Посмотрим, сколько у нас вообще влезет этой травы. И потом мы ее, конечно же, продадим с вами. Посмотрим, сколько денег заработаем. Все, к сожалению, все, ребятки. Теперь нам нужно ее продавать. У нас закончились. Видите, закончились эти две посилочки. Мы с вами эту траву продаем. И глядите, сколько у меня есть. Две с половиной тысячи голды. Теперь за эти деньги можно немного нам наш бульдозер прокачать. Ну, давайте это мы с вами немножечко все сделаем. Немножечко все прокачаем. И обратно можно двигаться. Обратно можно всю эту траву собирать. После того, когда мы с вами опять эту траву соберем, опять пойдем ее продадим, заработаем деньги. И опять вкачаем наш трактор, нашу газонокосилку. Это своего рода даже комбайн какой-то, а не газонокосилка. Сколько в него влазит. Походу все, нет. Нет еще, влазит трава. О, все, теперь, к сожалению, ребятки, закончилось. Все, больше нету места. Ну и вот мы с вами опять заработали немножечко денег. Хорошо, друзья, играем в следующую игрушку. Это будет растение против зомби 2. Давайте, друзья, сперва мы с вами зайдем в наш цветник. Посмотрим, или все у нас тут растения собраны. Да, все растения уже выращены и собраны. Ну и мы с вами можем попытаться еще один уровень пройти. Давайте пройдем 17 уровень. И еще часть этой карты в проклятом этом потерянном городе. мы с вами попытаемся открыть. Хорошо, вот эти зомби будут подходить. Ну а мы с вами можем выбрать тех, те растения, которые будут нам помогать защищаться. Так, ну конечно же, давайте возьмем подсолнух. Дальше мы с вами можем взять, к примеру, горох. Ну и в принципе, я думаю, что на этом у нас все будет сделано. Ну можно, конечно же, еще, наверное, взять какие-то шипы, чтобы немножечко поколоть. Вишенку можно взять, еще боб можно взять. И, пожалуй, еще что-нибудь такое нужно, не особо затратное. Ну давайте луковицу вот эту возьмем. Я думаю, что нам, в принципе, этого должно... А, еще что-то можно взять. Ну давайте возьмем что-то опять не сильно дорогое такое. Пускай это будет минка. Окей, погнали. Сейчас мы с вами будем гасить этих противных зомбарей. Надеюсь, у нас все получится. Сперва нам нужно вырастить, конечно же, подсолнух. Тут мы с вами сейчас его поставим вот сюда вот. И можем мы с вами здесь уже ставить даже шипы, которые будут этих зомбарей потихонечку косить. Отлично. Так, здесь мы с вами опять можем поставить подсолнух. Сюда мы выставляем с вами другие наши растения. Вуаля! Потихонечку наши с вами цветочки дают нам урожай. Урожай вот этих вот прикольных цветочков. Так, сюда мы с вами давайте поставим еще горох. Двойной. Вау, нормуль. Здесь, конечно же, поставим давайте минку. Сюда мы с вами поставим шипы. Ну и вниз нам нужно тоже установить, пожалуй... Ну давайте поставим еще горох. Который у нас тоже довольно прикольный. Так, это тебе. Это тебе. Ба-бам! Хорош. Ну вот сзади мы с вами будем устанавливать горох. Я думаю, этого должно нам точно хватить для того, чтобы выиграть. Сюда тоже давайте еще горох поставим. А сюда вот спереди мы с вами будем оставлять другие растения. Так, это тоже... Это у нас что такое? Это боб у нас был. Еще горох можно взять. И сюда минку. Ба-бам! В принципе, по всем мы с вами бам-банули. Еще горох давайте выбираем. Ну горох у нас уже более такой прокачанный, да? Поэтому мы с вами без особого затруднения будем его как раз таки и выставлять. Здесь нам нужно с вами поставить... Давайте поставим боб. И давайте здесь мы с вами поставим еще горох. Получай. Сюда мы с вами давайте тоже поставим вишенку, которая бабахнет. И здесь нам нужно, ребят, наверное, еще тоже боб этот взять. На, получай. Ты жив? Нет? Сейчас мы с вами должны вот этого еще чувака завалить. И у нас победа. Круто! Эта миссия у нас пройдена. Мы с вами, получается, еще на один шаг стали ближе к тому, чтобы освободить потерянный город. Еще и даже какой-то приз заработали. Ладно, попозже эту мы с вами голову откроем. Ну ладно, в принципе, можно сейчас. Давайте сейчас играем в следующую игрушку. И это у нас будет Stickware Legacy. Так, друзья, давайте попробуем какую-то компанию с вами пройти. Прокачаем по максимуму наших воинов. Шахтеров наших тоже прокачаем. Лучников. И давайте вышку тоже еще проапаем, да? Чтобы она была более прокачанная. Ну что же, в принципе, вроде как самое основное я все тут сделал. Ну и погнали. Так, нам нужно выжать. У нас есть сколько? Четыре шахтера. Нам сейчас нужно создать кого-то еще, чтобы отбить нападение этих противных зомбарей. Давайте сделаем еще раз, два, три, четыре шахтера. И на все остальные деньги давайте мы с вами будем покупать уже других героев. Я предлагаю купить вот этого деда. Одного. И лучников. Кстати, нужно еще взять, например, одного гиганта. Так, зомбари сейчас уже попрут. Вот, нет, это не зомбари, ребят. Это у нас пошла первая атака, первая волна. Нам нужно их установить, вот этих вот чуваков. И походу мы их остановили. Так, нам нужно в защиту уходить. Подождем немного наши войска, пока восстановятся. Создал, по-моему, дед нам еще несколько героев. Давайте еще одного деда мы с вами призовем. И погнали. Махач у нас опять продолжается. Нормуль. Пока мы держимся. Ну, благодаря вот этому, наверное, нашему гиганту мы здесь с вами всем накостыляем. Давайте опять в защиту, потому что периодически они могут сзади вылазить. И тут еще одного от кого деда создадим. Мы с вами будем магов создавать для того, чтобы они побольше нам вот этих вот мелких чувачков создали. Это типа будет наша основная ударная единица. Ну, и вот опять пруд. Сколько тут их? Тут их семь человек. Семь врагов. Мы должны их, наверное, тоже уничтожить. Вообще на изи. Конечно, нас немного покоцали, но так, в принципе, не очень основательно. Деньги мы продолжаем зарабатывать. Еще одного деда мы с вами призовем. Я вот по максимуму этих дедов постараюсь набрать, этих магов. Ну, и что, прет? Нет, никто не прет пока. Можно немножечко отдохнуть. Ну, еще давайте чуточку нам денег побольше. Мы с вами еще одного мага призовем. Так, ребятки. Опа, еще плюс один маг. Так, давайте быстро нападение, потому что тут уже лучники пошли. Вау! Все, им трындец, ребят. Тут остались только лучники. Это, по ходу, победа. Гасим сейчас их. Ого, один удар им трындец. Ребят, это все или еще кто-то будет на нас нападать? Мы с вами продержались нужное количество времени. По ходу нет, по ходу еще кто-то будет нападать. Но здесь, в любом случае, мы с вами уже выиграли. Все, что нам нужно сделать, это просто подождать. Вот, да, добить, по ходу, этих вот последних штрихов. И это уже будет у нас победа. Добиваем. Мать их. Что, лучников нужно подбить? Ну, все. Тут, в принципе, ребят, все решено. Реально, вряд ли что-то у них получится. Добиваем лучников, добиваем этих печенеров. А, нет, вот еще нападают они. Тут они тоже создают этих магов. Ладно, давайте еще тогда два мага призовем. О, нормуль. Сейчас маги наши, ребят, подтянутся. Еще создадут побольше мечников. И еще больше наша армия увеличится. Кстати, наших всех вот этих мечников, видите, побили. Ну, практически все. Все, друзья. По ходу, это чистейшая победа. Мы с вами выиграли эту кампанию. Проходим.